Как скотин вон с Иргиза воду пьёт, так и мы воду пьём с Иргиза. В этом году в селе Малая Быковка сплошные проблемы с водой. То отключают её надолго, то из крана идёт не вода, а какая-то непонятная жидкость. Очень приятно пахнет. Всё равно, что на болоте сидишь. Ей только, знаете, честно говоря, поливать. И то не знаешь, это выживет, не выживет растение. В водонапорную башню вода качается из Иргиза с глубины 6 метров. Никаких фильтров она не проходит. Поэтому и поступает в дома сельчан и с запахом, и с различными микроорганизмами. А когда воду надолго отключают, в трубах успевают завестись черви, которые после включения системы выпадают из водопроводных кранов. У кого есть возможность ездить в город, они это покупают флягами или набирают в канистры. Они привозят всё это домой сюда к себе и пользуются этим. А нам возможности нет. Это вот там, видите, что приходится. Ну, кипятим воду, конечно, куда деваться. Вода в Малой Быковке считается технической. Но другой просто нет. Поэтому и требуют сельчане от местных властей, чтобы хотя бы такая поступала в дома без перебоя. Но в этом году на село как будто порчу наслали. Постоянно что-то выходит из строя. И жители остаются без водоснабжения. Электродвигатель сгорел, затопил, то, что следить некому было. Поменяли. Центровку не сделали. Электронасос сломался. Подшипники полетели. Сейчас подшипники сделали, сосед говорит. Привезли, поставили. Центровку не сделали. Там более пяти миллиметров перепад получился. А будет перепад, будет бить подшипники. И это опять ненадолго. Хозяина нету. Исполняющий обязанности сейчас, Шмигельский, он в выходные дни отказывается принимать людей, слушать. Говорит, у меня выходной. Мельник в любое время суток принимал все звонки. К нему можно было обратиться и ночью. Мы заброшены. Кстати, вот эта вода, нам, когда ее дали, мы ее сливали, наверное, полдня. Вот эта вода шла через счетчик. То есть я должна теперь, вернее, все люди должны заплатить за ту воду, которая просто стекала для того, чтобы как-то можно было ей пользоваться. Вообще, в Малой Быковке у башни два состояния. Или она не работает, а после включения люди мучаются, сливают воду чуть ли не сутками. Или башня работает круглосуточно. А поскольку в ней нет стопора, то вода качается всегда, даже ночью. И когда все на работе. Конечно, емкость периодически переполняется. Для того, чтобы зимой не было, как говорится, наведи на нее, потому что зимой она обледеневает, боятся, что она рухнет, упадет и так далее. Решили сделать вот этот ночик, чтобы вода лишняя стекала, чтобы она не обледеневала. Так вот, когда приехали делать вот этот ночик, у них, как они сказали, объяснили, не хватило лестницы, чтобы до самого конца сделать. И сколько им хватило, они до половины сделали, и все. То есть они вон до сюда доходят, и вода течет. Вокруг водонапорной башни образовался водоем. На радость уткам. Настоящее болото. Я сюда вот здесь вот ходил, когда я рыбак немножко, хожу вот иногда на рыбалку здесь вот, да, вот когда здесь проходил, в сапогах резиновых идешь, лягушки, змеи плавают, комары летают. Я с Ашмигельским тоже это разговаривал, говорю, пригодил, ну возьмите там, пригодите там трактор или еще чем-нибудь. Ну возьмите отсюда сделайте, или трансеи прокопаете. Тут метров, может быть, 200-300 всего, да. Там у нас озеро есть, озерцо. Вот, и, во-первых, и там, да, пруд. И, во-первых, и там воды будет больше в пруду, потому что все равно она высыхает. Там люди тоже ей пользуются иногда тоже, ну, бывает, там поливают вот все. И там бы вода больше было бы. Так, и здесь бы вот этого болота бы не было. Ну да, конечно, здесь кто имеет уток, здесь гусей, им раздолье. Вода, стекающая из башни, затапливает ближайшие подворья. Огороды, сараи буквально тонут в грязной жиже. У меня курятник, многие мне предлагают, говорят, зачем тебе кур? Говорят, разводи утей. Говорят, тебе проще будет вода, потому что, говорят, постоянно будет. В проблемные дни, когда село остается без водоснабжения, администрация Быково-Отрокского муниципального образования организует подвоз воды. По крайней мере, глава отчитывается, что это происходит. И только жители знают, как на самом деле осуществляется выдача такой необходимой жидкости. К примеру, поначалу машина приходила лишь на центральную улицу. На другие улицы, как было обещано нам, что будет доставка, не было. Нужно было звонить, выбивать. Во все инстанции МЧС звонили, Канатову звонили в приемную. Записывали улицы, на какие не было доставки воды. И на следующий день доставляли воду туда, куда не было доставки. Получается, эти улицы оставались без воды. И вот так вот по 2-3 дня люди сидели без воды, потому что доставка была на другие улицы. Если бы была вода, мы бы, наверное, молчали бы. Они писали и звонили везде. Представьте себе, вот я вот с одной рукой, сколько я унесу? Одно ведро. Вот я бежать должен здесь почти за километр, за одним ведром. Сколько я так набегаюсь? Это раз. Второе. Сколько бабушек, дедушек, которые не в состоянии, допустим, прийти, или там, чтобы привезти, там, им, говорят, ну, там, сыновья, или кто, чтобы им возили? Тоже не в состоянии. А ведь проблема решается просто. Необходимо либо определить человека, который бы по графику включал и выключал систему, но это по старинке, или можно установить датчик объёма с GSM-модулем, который отключал бы насос при наполнении башни. И жители говорили об этом представителям администрации, но те их просто не слышат.